Да, не хватило расчетливой игры «Амкару». И что теперь? Теперь, как мы уже говорили, в выездном матче в Грозном нужно будет пытаться выигрывать у соперника, который и уровнем, и самой турнирной ситуацией очень напоминает «Урал». Но, с другой стороны, «Терек» все-таки в большей степени претендует на Еврокубки, «Урал» тоже вообще не претендует. И, соответственно, может быть, игроки из Грозного будут гораздо более мотивированными через неделю. Точнее говоря, не через неделю, а еще раз подчеркиваем, что следующий тур состоится среди недели. Начнется, по-моему, 11 числа, а может быть, даже и 10 мая. Ну и вот уже через неделю «Амкар» будет вновь играть дома, также против мотивированной «Уфы». Которая также мечтает не оказаться в зоне стыковых матчей. Лучший момент этого поединка. Большинство опасных моментов вместил в себя первый тайм, как, собственно, и оба гола. Ну и вот лучший игрок. По вашему мнению этого поединка Александр Селихов сделал все, чтобы не забил «Спартак Гогниев» свой седьмой мяч в этом сезоне. Но удача была не на стороне «Голкипра». И действительно, ошибка обороны очевидна. Абсолютно один был Гогниев. Это один из лучших ударов, наверное, второго тайма. Богдан Будко приложился справа и по хорошей траектории летел мяч. Но все-таки в угол ворота украинский защитник не попал. Ну, так же, как и Гигалаев чуть позже, который наносил ударом с разворота. Вот этот эпизод даже не то, что с разворота, а ножницами падения. Ну, а в концовке поединка били ключом эмоции. Может быть, не все ожидали, что именно такой будет концовка с удалением, с ударом соперника прямой ногой. Но, скорее, все-таки эпизод был игровым, да, а не кто-то кого-то за что-то пытался больно ударить. На этом все, друзья. Мы прощаемся с первыми на неделю. С вами футбол смотрел сегодня Сергей Дерябкин. Всего вам самого-самого доброго.